Ну что, начинаем? Привет, Ольга. Привет, Ольга. Да, ребят, все, кто будет смотреть это видео, всем привет. У нас сегодня будет такое необычное интервью. Я пригласила очень интересного человека и хочу задать такие некоторые нестандартные вопросы. Я знаю, что Ольга немножко сейчас, наверное, да, такая под впечатлением и думает, что же она меня такое хочет спросить. Да, я тебя заинтриговала, так нормально. Ну, хорошо, мы сейчас как раз пообщаемся с тобой на эту тему. Немножко света добавлю. Так, наверное, будет, да, лучше? Вот. Итак, что мы с тобой сейчас давай договоримся сразу. Я знаю, что ты сетевик со стажем, но мы не будем называть никаких компаний. То есть эта встреча не для того, чтобы что-то прорекламировать или кого-то опустить, какую-то компанию, что мы не будем мериться, кто круче и так далее. То есть у меня, знаешь, какой есть интерес? Я решила тут поставить эксперимент один. И я стала думать, почему люди, которые приходят в сетевой маркетинг, почему они, достигая какого-то определенного уровня успеха, потом либо останавливаются, либо падают вниз, но остаются в компании и не идут дальше. И вот сейчас у меня к тебе такой вопрос. Вот ты в сетевой маркетинге вообще, в принципе, сколько времени уже вообще находишься? Ну, примерно. Да не примерно, но очень легко ответить, с 2000 года. Поэтому 23 года. 23 года? Обалдеть! Сколько у тебя компаний было за это время пройдено? Одна. Одна. Одна? То есть сейчас у тебя вторая компания? Вторая, да. Да, только вторая. И вот скажи мне, вот первое, ты помнишь первую свою мысль, когда тебе рассказали вообще, в принципе, про сетевой маркетинг? Вот что ты почувствовал, у тебя как было? Вот знаешь, у некоторых, о, нет, это там секта, или нет, это не мое, нет, это не про меня. А некоторые люди сразу такие, о, слушай, а прикольная идея, надо попробовать. Как у тебя было? Прям интересно. У меня было, ой, нет, это не мое. А потом, а потом как-то так вот ты пришла к тому, чтобы, а дай-ка попробую. У меня вообще очень был интересный приход, меня потому что пригласила моя сестра двоюродная, да, и я очень отпиралась, я говорила, это не мое вообще, кто это будет покупать, и кому это надо, у меня тут было возражение море, да дорого вообще, не знаю как, и вообще я продавать не умею, я ничего даже не смогу никому предложить, не то, что там продать, вот вообще никак. И когда она приехала, у нас были там звонки и переписки, как-то так, мы в разных городах с ней живем. И когда она приехала ко мне со своим вышестоящим наставником, мне просто реально стало стыдно отказаться. Просто я вот взрослый человек, ко мне приехали из другого города, потратили на меня время, вот так вот у меня все. На самом деле происходило, вот прям что помню, как вчера. И у меня вот такая была ситуация, мне просто было стыдно. Я зарегистрировалась, отдала тогда был какой-то регистрационный взнос небольшой, вот, и вот, короче, вот так вот я попала в Q&A маркетинг, совершенно ничего не понимая, кроме того, что мне нужно будет что-то кому-то продавать и рекомендовать. Вот так я попала. И потом, ты помнишь, рост у тебя как шел? Долго ты шла к результату или нет? Знаешь ли, вот, наверное, примерно сейчас я вот уже точно по датам не помню, но где-то, наверное, примерно год я вообще серьезно не воспринимала, а просто зарабатывала вот себе на свои какие-то хотелки. Продукт был недешевый по тому времени, вот. И то, что я вот зарабатывала на продажу, получается, да, на рекомендацию продукта, я вот тратила на свои хотелки. Наставник мне помогал, приезжал, прорабатывал. Какое-то время я созрела и попробовала пригласить. Как ни странно, у меня получилось. Получилось. И когда я начала просто вот более серьезно разобралась, сколько я могу здесь зарабатывать, да, я начала делать регулярные действия по приглашению. И вот до уровня лидерского я доросла еще, наверное, за гол. Это очень быстрый результат. Это, можно сказать, очень быстрый результат. Да, да. Тогда мы все оффлайн работали, но 23 года назад телефон не был. Таких, я имею в виду, мобильных. Да, да. Вот. Вот так. Где-то вот, когда начала я работать уже, вот, как работать, и относиться к этому, как к работе. На середине пути до лидерства я ушла из найма. Вот прям меня не уволили, меня не выгнали, меня не сократили. Я просто пришла, написала заявление и ушла. Вот, то есть, как бы, такое решение было принято, вот, твердое. Что я буду продвигаться здесь. А переломным моментом, знаешь, что было? Мой доход здесь, в компании сетевой, все время языка хочет сорваться название. Вот. Сравнялся с моим доходом в найме. И я просто вот в один какой-то прекрасный момент сопоставила, что здесь я топчу ноги по 8 часов в день, да, и вот, ну, как все работающие в найме, и зарабатываю столько. А там я вообще не прикладываю особо каких-то вот таких колоссальных усилий, зарабатываю столько же. А если я буду там работать столько, сколько я работаю в найме, и уделять время, что же будет? И вот это было на середине пути, вот, на середине моего максимального, вот, как бы, результата. И на самом деле... Вот теперь самый главный вопрос. Вот ты пришла к классному результату. Много лет, да, было комфортно и хорошо. Потом я знаю, что у тебя был спад. Спад и спад серьезный. И вот в какой момент ты поняла, что надо что-то менять? И как долго, вот, ты понимаешь, вот мы понимаем, что все, как бы, ну, крокодил не ловится, не растет кокос, люди не идут, да, вот, как бы, я просто сама проживала такую же ситуацию в прошлой компании. И вот в какой момент ты, да, вот, увидела, что люди в других компаниях развиваются, у людей растут чеки, люди идут? Что ты чувствовала в тот момент? У тебя было какое-то вот отторжение? Может быть, они тебя бесили? Знаете, вот я прям говорю, да бесите вы своими чеками. Было такое? Бесили ужасно, бесили. Было и отторжение, было и неприятие, было, ну, я не знаю, как это, почему, вот сейчас я вот тоже иногда себе задаю этот вопрос, а почему так было? Ну, я не знаю, привычки, даже не могу сказать, не знаю. Но просто на самом деле попыток расти в той компании, предпринимать одни действия, другие, пятые, десятые, было очень много, очень много. То есть ты не сидела на попе ровно, да, то есть ты постоянно что-то делала. И в какой-то момент я просто поняла, что вот, ну, вот ты вот вроде делаешь, делаешь, и вот все как будто начинает, начинает, а потом бам, и откат назад. А это же, ну вот, как оно на нас, мозг влияет? Это же вот как по рукам бьет. Наступил момент, когда просто надоело. Надоело выполнять какие-то действия, которые не приводят к тому результату, к которому они, по сути, должны приводить, к которому они приводили раньше. Знаешь, это называется одним словом – выгорание. Это выгорание. То есть все, ты понимаешь, что в груди нет огня, соответственно, глазки не горят, сердце не горит, люди не идут, да, и что ты решила тогда в тот момент? Как долго у тебя вот этот был путь? Просто я долго шла к тому, чтобы поменять компанию. Для меня было очень сложно. Я могу сказать, почему. Это приверженность, это окружение, да, как же, блин, а что же они обо мне подумают, как я уйду? Да, да, знаешь, а был страх, что будут что-то плохо говорить, писать, да, хейтить там и так далее. То есть были, да, привычки, было непонимание. То есть у меня было ощущение, что компания, в которой я работаю, она самая лучшая. Вот я так думаю. Я даже не смотрела, в принципе, по сторонам. И вот в какой-то момент у тебя вот что произошло, почему ты приняла решение поменять компанию? Что случилось? Вот вспомни, пожалуйста, вот это свое ощущение внутреннее. Что случилось? Ну вот, во-первых, вот, скажем так, все лето, ну вот наступил, как ты говоришь, момент выгорания и вот даже какое-то вот нежелание продолжать что-то делать. Я начала, конечно, раздумывать издалека. Я и найм рассматривала. Ну, представьте себе, я 23 года работала сама на себя, какой найм. То есть я представляла там, подумала, ну вот там я могу, ну вот там я могу. Вообще по профессии я экономист. У меня экономическое образование, и у меня даже стаж есть, наверное, по этой профессии. Вот, то есть вот там бы я могла. Ну, я понимаю, что могла бы, но я не смогу. Тем не менее, жизнь-то продолжается, надо как-то. И поэтому вот как-то вот я себя примеряла, но смотреть в сторону других компаний, у меня даже мысли таких не было, потому что на самом деле, как ты говоришь, какой-то приверженность, какой-то... Я даже не знаю, как это чувство назвать. Нас так там воспитывали, что ли? Ну, не знаю, потом... Наверное, это еще привычка, ты понимаешь? Я так, я тоже анализировала, думаю, наверное, я просто все-таки настолько привыкла. Все знакомо. Знакомый маркетинг, знакомый продукт, люди знакомые. Знаешь, что сказать, знаешь, как отвечать? Да, а это все новое, и оно, в принципе, немножечко пугало. А еще не... Знаешь, меня что пугало? А где гарантии-то, что в другой компании что-то изменится? Может быть, это со мной что-то не в порядке? Ты понимаешь, я-то думала, что со мной что-то не так. Что я не такая, и это не мое. У меня, знаешь, часто говорят, сетевой это не мое. Я думаю, может быть, это не мое? Вот у меня были такие мысли, представь. Мне интересно, какие чувства. Да, Лили, и у меня были такие мысли. Только вот немножечко не то, чтобы это не мое. Сейчас я тебе расскажу. А вот... Мысли какую-то потеряла, хотел сказать. Да, я в себе копалась. Я думала, ну почему не получается? Почему раньше получалось, а сейчас не получается? И на протяжении многих лет ведь предложения какие-то поступали, я их просто вот отметала, даже не разобравшись, даже вообще даже не слушала. На самом деле, это и привычка, и знакомый продукт. И меня просто шокировало, я сейчас буду разбирать, тут я все знаю, тут я как у себя дома. За столько лет я вообще наизусть знаю. И весь маркетинг-план. И самый главный продукт, я просто знаю, вот мне с закрытыми глазами скажи, и я даже вот ни капли сомневаться не буду. Это да. А вот про то, что это не мое, не то, чтобы это не мое, а я, знаешь, как думала, наверное, у меня не хватает ума. Вот, наверное, я какая-то не такая. То есть вот получается у тех, которые либо умнее, либо у них есть какие-то другие помощники, которые вот им вот раз, и у них вот все плюс. Почему вот у них получается? А у меня, я же пробую, я же вот ищу, прохожу обучение, я внедряю, а у меня не получается. А у меня вот так не получается, как у них. Я себя сравнивала с другими. Вот, ну, вот так у меня все это шло. И как пришло к тому, что я посмотрела, пришло к тому, что из нашей команды девушка ушла в другую компанию. Ну, и, соответственно, так как мы же, вот, это же наш круг общения, и у нас есть и контакты, и соцсети, и мы все кругом видим. Да, стало бесить. Я задавала вопрос честно. Я вообще сама была на 100% уверена, что заработать можно в любой компании. Я и сейчас в этом, в принципе, уверена. И что везде нужно работать. А что я в сервисе, я ей задавала вопрос, а почему ты здесь у нас не делала тех действий, которые ты сейчас там делаешь, и вот у тебя телеполучается. А что ж ты тут-то не делал? Ведь принципы-то, MLM, они одинаковые везде, да? И везде нужно делать. Так-то же ничего не будет. Правильно? Правильно. И мысли приходило, что, наверное, они какие-нибудь там нарисованные, или они какие-нибудь там чужие, да не может такого быть. Сначала было просто отрицание, неприятие вообще совершенно. Ну, а как я пришла к такой мысли? Ну, как я пришла? Шла, шла и пришла. Вот тут вот недавно у нашего на бизнес-завтраке смотрела одного нашего лидера, и она говорит, когда женщине нужно перепрограммироваться как-то, да? Вот если мужчине нужно там физическим спортом или трудом заниматься, не умыслительный процесс идёт. А женщина, говорит, должна лечь горизонтальней. И дать 4 часа вот просто, безо всего, ничего не делать. И просто вот это вот осознание, оно вот, или как, не осознание, а происходит некое какой-то внутренний переворот. И ты начинаешь понимать. Вот, наверное, у меня, нет, я уехала в отпуск, да? Вот. И там у меня начали приходить вот действительно какие-то вот мысли. Я начала по-другому немножечко, вот как будто как со стороны. Ещё большой плюс, мы уехали туда, где нет связи. И мне никто не звонил и не напоминал, и то есть как бы вот моя голова была свободна от каких-то вот влияний фотосторонних. Вот. И я начала вот в этом направлении как-то думать и написала сама. О, дизайн. Я ещё в тот момент не решила, что я прям сейчас вот шагну вот так вот, да? А я думаю, ну, дай-ка, я захотела разобраться. А что там с такой другой компанией, почему у них чеки? Я захотела просто заглянуть как в запулисье. И я попросилась, возьми меня, я хочу разобраться. Вот у меня это было вот так. Ну вот смотри, ты же, да, ты сколько уже? Месяца два, наверное, да, ты в новый порешила проект? Два месяца. Вчера было два месяца. Ой, я тебя поздравляю. Слушай, совсем маленький срок. Давай с тобой вот тогда по-честному и как тебе? Вот когда мы первый раз встретились с моим наставником, она ко мне домой приходила, мы с ней живём рядом. Я очень хорошо помню, и она, наверное, будет смотреть, если ты это дашь посмотреть. Конечно. Я выложу в эфир это всё. Я провожала её со словами, что понимаешь, чего я больше всего хочу? Я хочу, чтобы как 20 лет назад во мне горело, горело желание делать. Да, желание жить, проснулась, чтобы. Да, вот и самое главное действовать. Иначе просто вот всё лето я была в таком этом, я телефон отодвигала подальше, я не хотела, вот просто, вот вообще. А сейчас вот я, я не знаю, у меня какой-то как вторая жизнь, как третье, пятое, четвёртое, десятое дыхание открыло. Я хочу. Я спитываю как губку, как губка, вот все какие-то новые для меня, вообще всё новое для меня. Я ищу какие-то другие обучения. Я чего-то хочу ещё, ещё, ещё. Можно я бегу вперёд паровозы, и мне нужно как-то, вот да, есть там какие-то тоже минусы, всё время учиться нельзя, нужно ещё действовать, да, и всё это дело внедрять в работу, вот. Но тем не менее, я сама себя вот как-то научилась контролировать, много чего научилась, вот, ну, просто самое главное, что мне охота, мне хочется, я хочу. расслабляю. Я хочу, что это нарисовала. Ольга, расскажи, ты какой себе чек первый нарисовала за первый месяц? Какой сделала? Ну, я имею в виду, нарисовала, да, все же говорят, что мы рисуем чеки, я часто это читаю просто. Я нарисовала себе чек тысячи, мне нужно было... В деньгах, в деньгах, сколько ты в деньгах нарисовала чек? 14 за первый месяц? Да. Удачно ты зашла. Молодец. И у меня была задача проверить, смогу ли я, вот так как говорят там, смогу ли я вот это сделать лично, сама, без команды, одна. Просто потому, что я вроде как пришла из другой компании, да, я вот смогла бы там на гиге. Но так получилось, все обстоятельства, да, всяких разных. Особой гигетки было и некому. Ага. Ну, как-то так случилось. Поэтому, получается, я вот пришла одна со своими мыслями, со своими тараканами, которых уже частично разогнала, да почти всех. И так сказала, что да, действительно, за первый месяц реально заработать такую сумму денег. Причем не прикладывая особо сильных усилий, не то, чтобы 24 на 7 не утруждают, а даже 8 часов в день не работают. Нет. Пару часов, три максимум в день, и вот такой результат гарантирован. А почему, скажи мне, почему здесь так вот происходит? Просто можешь рассказать, что ты делала, чтобы получить этот результат? Вот как... Я делала... Вот представь, да, перед тобой сидит сейчас человек, который далек от всего, вот, и ты говоришь, тебе нужно будет делать вот это, вот это, вот это, и ты в первый месяц заработаешь 10-15 тысяч. Хорошо. Вы что сегодня рассказывала такому человеку? Говорю, идем к нам, потому что вот здесь здорово, я тебя научу заработать, вот, ну, прям десятку точек, я вот заработала 14, но 10, прям вот стопроцентная гарантия. А что у вас там такого осталось? Я говорю, смотри, во-первых, особенный продукт, он востребован, и его люди хотят. уникальный, он репотребляемый, то есть люди попробовав, хотят еще. Это раз. Во-вторых, у нас есть система, четко отлаженная система пошаговых действий, причем она так устроена, что ты начинаешь с малого, и вот от простого к сложному, то есть тебе не сложно, ты легко это делаешь и шагаешь по этим шажочкам. Это два. Третье, используя только один инструмент, один из этой системы, ты за первым месяц освоив его и начав делать. Работать надо, да, но вот освоив только один инструмент, зато самый эффективный, ты в этот первый месяц заработаешь такую сумму денег. А как его освоить? Тоже есть система и тоже есть и рекомендации, и вот это вот пошаговое сопровождение, как правильно, как здесь, как здесь, что вот тут делать, как вот тут подкрутить. То есть вот прям вот все, вот прям вот три вот этих вот составляющих я рассказала, и человек говорит, ах, да, интересно. И это... Классно. Спасибо тебе, Оля, огромное за такие вот искренние ответы. И последний вопрос, что ты хочешь пожелать людям, которые, вот так же, как ты и я, и таких людей очень много, сидят в своих классных, крутых компаниях, но сидят без результата, без перспектив. Что ты им хочешь вот сказать сейчас? Может быть, какое-то напутствие? Представь, что это ты сама, да, человек, который потерял много времени, в принципе. Да, вот что бы ты хотела, чтобы тебе сказали такого, чтобы ты прям сказал, вау, я иду и пробую. Да, вот только сейчас хотела сказать про время. Не теряйте время, не сидите на одном месте и не ждите, что вдруг что-то вокруг изменится. Ничего не изменится, пока вы не начнете менять. Просто осмельтесь, соберите всю свою силу в кулак и сделайте этот шаг. Если кто, как не мы, можем повлиять на то, что вокруг нас и мы сами можем изменить. Только мы сами можем сами себя изменить. Поэтому вы никому ничего не обязаны, никто вас не осудит. Ваша жизнь – это ваша жизнь, это ваше желание. И если вы хотите большего, то надо просто сделать шаг к переменам. Вот и все. И не надо терять время. Самый дорогой ресурс, который невосполнимый у нас есть, это как раз время. Круто. Спасибо тебе огромное. Да, всего доброго только желаю, удачи желаю, сумелости. Ну, просто говоря, все. Круто. И мы тебе желаем, я и от лица всех зрителей, мы тебе желаем мощного роста. У тебя огромный потенциал. Ты такая сейчас заряженная. Вот ты прям вся светишься. Приятно смотреть, когда человек, знаешь, пробужденный. И не важно, где мы живем, сколько нам лет. Важно, что когда ты приходишь реально в команду, где все заряжены, где у всех рост, где у всех каждый месяц чеки новые, да, и продукт работающий, и классный, и востребованный, то хочется жить и отдавать. Поэтому мы тебе желаем всех благ. Спасибо тебе огромное. До новых встреч. Я тебя, знаешь, когда приглашу, примерно, давай вот через полгодика мы посмотрим, какой у тебя будет результат. Давай. Давай вот так вот, ближе, ближе к лету. Все, Ольга, до встречи. Счастливо. Счастливо.